Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал Кэм Ульз Мэйн. Сегодня воскресенье, семнадцатое. Ма? Какое? Девятнадцатое. Рта. А я вот как-то в прошлом застрял. Черт, правда? Серьезно? Девятнадцатое. Сегодня футбол. Да. Это мы четко сваливаем опять из дома. Причем это уже, видимо, на подсознательном, интуитивном уровне каком-то. Сегодня футбол, и мы валим из города. Ну да, из города мы едем. Хутор. Хутор Ленина. Хутор Ленина! С колхозникой, крестьянкой. Да, до сих пор как-то это, у меня еще как-то это остро воспринимается, что не деревня, а станица, хутор. Что вообще? Ну, еще до сих пор, реально непривычно. Уже почти два года. Мне кажется, мы правда не привыкнем к этому. Да нет, мне кажется, невозможно. Потому что в нашем детстве совсем было все по-другому. Все ведь с детства, как ни крути. Все, что было там, оно будет на всю жизнь. Короче, ребят, мы сегодня расскажем вам, что будет дальше и попозже. Берем гелиус, джобби на всякий случай. Да, сейчас снимаю вот так, с рук, без джобби. И ноутбук. Термос с чаем, стакашечки, энджой. И куртку. Потому что у нас до сих пор еще что-то как-то это, погода не налаживается. Как вот потеплело, вам показали эту потеплелость и все, и накаркали. Я удивлюсь, если она закроется и мы не выйдем. Нет. Я не удивлюсь, если сейчас Валера нас тут встретит. Прикольно. Ладно, пойдем. Вот и побывали в дворике краснодарском. Ну он нетипичный, нетипичный. Нетипичный краснодар. Потому что там всего-то получается один дом. Да, да, да. А остальное это как бы только стены, там нету этих квартир. Блин, Валера, когда ты нас позовешь ты уже, уже сколько раз говорил, что позовет в гости. У него там дворик, все дела, можно, говорит, шашлыки, костерчик прямо во дворе делать. Прям в центре города. Это круто. Так что зови. А сейчас это, сейчас, короче, ребята, мы собрались на пикник в машине. Это давняя традиция наша. Ну да. Реально, сейчас, сегодня вспомнил, как мы смотрели шахматиста сериал. Кто помнит, такой рыжий чувак там играл, он из отеля сегодня мог выйти. Но он не совсем рыжий. Не рыжий? Нет. Ну светлый какой-то. Он блондин, да. Короче, блондин в коричневом ботинке с зеленой соплей. Или как там фильм, помните? А мы смотрели около цирка, на бульваре, около сферы боулинга, тормозили, сидели. А еще на левом берегу него смотрели. Да, но первые были все равно, мне кажется. У цирка. Да, у сферы. И прикольно. Покупали в KFC всякие какие-то гамбургеры. Я помню, как мы типа кефир или ряженку какую-то купили. Нет, йогурт. Или йогурт. Я, короче, то ли я его уронил, то ли что, обдрызгал всю ногу вообще. Короче, мы сейчас идем за пирогами. Заказали Игорю два пирога. И мы решили, что ну не просто так мы типа поедем смотреть. С хавчиком надо, надо традиции поддерживать. Побежали. Видели когда-нибудь перекресток трамвайный? В четыре стороны трамвая. Просто в четыре. Да, прикольно. Просто все из железа. Хочешь оттуда, хочешь туда. Хочешь туда, а хочешь оттуда. Палфеточки закупили. Да. Идем за пирогами. Здравствуйте. Привет. Человек-камера. Как дела? Хорошо. Привет, привет. От тебя не уйдешь вообще. Как надо. До свидания. Соскучился чувак по мороженому. Холодно еще. Спасибо. Счастливо. Попробуйте, скажите. Обязательно. Пока. Счастливо. Короче, ребята, мы едем на водохранилище Краснодарское. Куча-куча вопросов нам всегда задают. Как доехать? Да. То мне спрашивают. В итоге, короче, здесь где-то будет карта. Да. Вот прямо здесь на экране. Сейчас ее намылим. Короче, смотрите на карту. Это схема проезда туда, куда мы обычно ездим. Можно... Там, где вот эти вот обрывы, такие небольшие. Утесы. Утесы, да. Вот. Можно как-то другими путями, конечно, кататься. Но мы вот так вот ездим. И сейчас по пути, по дороге покажем еще некоторые моменты какие-то. Вот где именно мы сворачиваем. Туда. А где сюда? Чтобы не проехать. В хутор Ленина едем. Едем, ребята, по трассе... Краснодар-Кропоткин. Вот. Слева у нас Озмол. Прямо как раз будет хутор Ленина. Вот сейчас по карте увидите, сколько мы отсюда от Озмола будем ехать. И где мы повернем? Девять километров до оборотов. Ну, до этого Алиса сказала другую фразу. Она сказала, ну, нам еще это, 12 километров до кладбища. Я как бы это, ну, думал, подольше еще. Ну, так вот, мы уже поворачиваем. 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 Поворотник включил. Живые цветы и венки видим. Да. Ребята, это знак, что нужно сюда сворачивать. Вот оно. Вот оно, кладбище. Ну, сейчас... Готовится к родительскому дню. Ааа. Скоро же. А когда он? Вторник какой-то? Вторник после Пасхи. После... Это кто? А, это кошка. Окошко. Вот проехали мы к кладбище и едем прямо до упора, до водохранилища. Кстати, там горы видно. Да. Да и вообще везде видно. Ну, только впереди вот эти вот как раз снежные, прям очень высокие. Да, да. У нас есть гелиус с собой. Я не знаю, конечно. Дотянется он до туда, до гор. Дотянется до гор, где сидит бомж Артур или пацан Попой Пам Албагор. Нет, сегодня у меня что-то не то с рифмой. Ребят, мы сейчас немного в шоке, потому что мы первый раз видим, что водохранилище так сильно поднялось. Обалдеть, господи, мы вот тут вот шарились. Да, да, да. Да не практически, мы тут шарились тоже. Ну, короче, мы вам покажем чуть попозже. Ну, так вот, все просто. Вот вдоль водохранилища мы доехали вот до сюда. И вот здесь как раз вот этот обрыв и есть. Ребята, помните, именно здесь с Алиской собирали коряги. Сюда приезжали с Тёмой, с Настей, с ребятами. Да, вот тут спускались где-то мы. Подпольный спуск был там дальше. Вот и свежие коряги. Капец. Да, да, да. Здесь вообще опасно ходить немножко. Ну, вон реально, вон по ней спускались. И там реально спуск. Вообще. Вот сейчас действительно проверка микрофона по полной. Потому что ветер. Сейчас вот так еще повернуться вот так. Круто. И горы видно. Да. Снежные. Ладно, пойдемте в тачку кушать. Трапезничать и смотреть сериал. Ради чего, собственно говоря, мы сюда и приехали? Для вот этого вида? Но это вообще такой тоже дебилизм. Мы приехали, поставили так, чтобы вот это было видно. Но мы поставим перед этим видом. И в руку будем смотреть сериал. Мы будем поглядывать. Да. На горы. Мы, короче, на заднем сидении. На заднем сидении автомобиля. Какой мы пирог-то начнем? Давай не сладкий сначала. У нас, короче, два. Один с картошкой и грибами, другой с маком. Не сладкий. С картошкой и грибами. Да. Ладно, мы сейчас как обустроимся здесь получше. Покажем вам наш шалаш. Короче, ребята, вот как-то так. Как-то так. Ноутбук висит просто на... Между сидениями. Пирог. Чаек. Ну, это. За просмотр приятный. Короче, тоже желаем приятного чего-нибудь сегодня. У вас завтра или послезавтра, когда бы вы не смотрели. В общем, возьмите и замутите что-нибудь необычное. Не как всегда. И будет круто. И традиции мутите. Мутите традиции. Мы вам это уже пятый год говорим. Без традиций вообще скучно. Да. Традиции это круто. В ход пошел второй пирог. С магом. Тот уже все. Пустая коробочка. Мы смотрим. Короче, мы же вам не сказали, что мы смотрим. Сериал называется Шанс. Играет Хью Лори. Доктор Шанс на русском. Да, по-русски Доктор Шанс. Ну понятно, ладно. Решили сыграть на название. Доктор Хаус, Доктор Шанс. Озвучивают его тоже. Играет Хью Лори. Я ненавижу. Играет Хью Лори. Играет Хью Лори. Играет Хью Лори. Ты на Лостфильме скачивал? Нет. На Рутрекере. Ну Лостфильме. Так меня вызывает только он. По-моему это не Лостфильм. Нет. Ну базарни что-нибудь. Понятно. Понятно. Короче. Вот. Сериал. Он здесь типа психо какой-то тип. Психотип. Психотип. Который вычисляет. И направляет потом. К нужным врачам. Всяких. Ну в общем. Странные. Всяческие. Клиенты. Каждая история там. Ну вот например. Девушка с двумя личностями. Теперь короче. Не про волчанку будет. А про сплитов. Про таких. По мне две личности. Один. Пукает. Другой нюхает. Мы не доели пирог. И у нас антракт. Пойдем до утеса. Ребята. Кто знает. Чего это такое. По всем полям. Вчера в ботаническом саду. Тоже самое было. Чего за норы. Кто это. А? Ну какие-то реально. Может кроты. Я не знаю. Маленькие. Реально. Ребят. Кто знает. Кто шарит. Напишите. Вот по всему городу. Во всех полях. Такая фигня. Привет. 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 Ты че? Ты чей такой? Ой. Ты че меня так боишься? Слушай. Со стороны казалось больше. Да. Я тоже думала больше. Ничего у тебя покушать нет. Пока. Ладно. Продолжаем просмотр. Я на базе. Смотрим дальше. Да. Заткнешь. Все. Первая серия позади. Она закончилась так прям вообще по-крутому. В принципе я был не удивлен. Потому что Юлори бы не стал в говне играть. Да? Согласишь? Да. Ну опять там конечно со своими психическими. Можно сказать доктор хаос только чуть-чуть поспокойней. Ну да. Намного спокойней. Это пока. Еще мы не знаем как там дальше пойдет. Ладно, чё, до твоих? Ну да, но они замёрзли уже как-то вообще. Погнали! Тут такой Чупик классный, да вы видели? Чупик! Блин, я его прозвал уже Чупиком. Где Чупик? Да он убежал. Он не чейный, мне кажется. Мог стать чейным. Да нет, он такой нет. Он, блин, в квартире бы не ужился. Да, вообще на самом деле всегда вот это дурацкое чувство, что любую собаку хочется забрать. В Омске бы без проблем забрали, наверное, даже не задумывали. Ну да, особенно зимой-то. Да, зимой помрёт. Ну, возможно, возможно нет, конечно. Ну а здесь, как бы на улице им даже кайфове, наверное. Поехали! Круто! Поехали! У нас, как всегда, набор водички. Нам тут приготовили немножко покушать, но у меня до сих пор ещё нет места в желудке. Там пироги. Там два. Нет, один целый пирог наполовину. Сладкий наполовину нет. Вот она. Котейща. Котейка-телогрейка. О-о-о-о. Ты что цепляешься? Ты знаешь, что у меня сейчас все джинсы будут в твоей шерсти? Котейка-телогрейка. Видите, от неё везде скотчем поприклеивали, потому что ей не прикольно вот это вот драть, да? На мордик тебе нужно одеть ещё на морду. Котейка. Недавно пересматривали старые-старые влоги. Где ей был? Ей года ещё не было, наверное. Или год был. Не было года. Короче, мелкая такая копся за карандашом гонялась. Даже не представляла, что будет в скором времени гоняться за ящерицем. В прошлом году столько ящериц переловило. При нас только двух, по-моему, одну мы спасли. Ну, с другой стороны, жизнь такая у животных. Это как бы естественный отбор. Только эту козу кормят дома, блин. Котейки не дают покоя. Лапу не даёшь? Что ты делаешь? Понятно? И ник спрятала. Где елажка? Помнишь, когда она кисточки и карандаши грызла? Воровала карандаши. Только-только об этом рассказывала. И как в листы ватманы залазила у меня. Я уже иди не могу. Да-да-да. А на подушку эту. Погнали. Чё чуфанишь? Тимьян и лаванду. Ты чё, вообще что ли? Нет, мне больше нравится, как лаванда пахнет. Чем тимьян? Конечно. Поехали домой. Поехали. Ну что, друзья, чувствуйте уже у себя в своём городе, как прибавляется день. Световой день. Сейчас половина седьмого, а ещё светло, прекрасно. Закат даже видно. Мы дома. И, короче, сейчас по дороге спорили. Ну, как спорили, обсуждали. Чё будем смотреть? Вроде как... На лифте. Вроде как сопрано ещё есть. На, по дороге, по дороге на 54 этаж. Вроде как сопрано ещё не досмотрен. Мы досмотрели. 16. Их 21. 21, по-моему. Это последний сезон. И теперь этот доктор Шанс. Шанс, просто. Шанс, да. И, короче, посмотрим Шанс. Потом следующую серию сопрано испачиваю. Да. На боковую. Да? Всё, ребята. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Увидимся в следующем видео. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok